здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами настягин олег а сегодня мы рассмотрим австралию покажу вам что на этот раз и необычного и странного здесь увидел а начать я хочу с очень странных полос который увидел в горном местности давайте рассмотрим их более детально что же это за полосы это даже не полосы это вмятины в горах который проходит параллельно друг другу все эти вмятины идеально ровные и проходят строго по прямой это не трещины это именно вмятины в горах посмотрите как они выглядят сейчас я вам огромное количество таких мятин покажу вот еще одни это как вы знаете им такие вот небольшие ущелья но только идеально ровной формы вот в этом месте так же как будто бы что-то продавлено вот здесь в горах те же самые вмятины эти как будто бы огромное колесо какой-то прокатилась вот здесь горы исполосованы кое-где двойные полосы вернее вмятины на трещины это совсем не похоже вот что такое пока не знаю двойная полоса да странно согласитесь дорогие друзья что могло оставить такой след или откуда они появились появляется все больше и больше вопросов происхождения нашей планеты это явно что-то искусственное вот здесь в этом месте огромное количество таких вот вмятин пишите также свое мнение в комментариях как появились эти полосы в этой горной местности ну да любопытно что могу сказать ну давайте закончим просмотр полос и покажу вам что тут еще интересного я увидел это немножко подальше необычное ущелье знаете это даже не ущелье не каньон а как бы больше на трещину похоже кора земная треснула и после появилась вот такое удивительное место огромное количество фотографий есть так что мы можем все это более детально рассмотреть одно из самых необычных мест также это место причислили к национальному парку называется линдсей гардинер мемориал как-то так также название джофф гордж здесь существует что мне удивило в этом месте как эта слоистость посмотрите какая она равномерная да удивительное место может быть здесь и правда земная кора треснула и появилась такое ущелье а далее вода просто доработала это место хангкок гордж давайте продвинемся до конца этого ущелья я вам еще одно интересное место покажу а это заброшенный поселок под названием виттэнум как видите и машины здесь побросали дома асфальт весь растрескался часть домов как видите уже отсутствует некоторые неплохом еще состоянии давайте вам почитаю немного истории об этом поселке виттэнном является объявленным зараженным местом и бывшим городским поселением объявленный зараженный участок составляет 50 тысяч гектаров что делает его крупнейшим загрязненным участком в южном полушарии в этом районе началась добыча синего асбеста в 2015 году осталось 6 жителей 2017 году упало до 4 человек 18 до 3 и в 19 до 1 человека вот такая статистика этого городка давайте дальше посмотрим что тут еще интересно можно увидеть в австралии рядом место интересное назвал я отпечаток пальца какие-то странные полянки на них вот растительность растет вот такой вот формой похожие знаете на отпечаток пальца только конечно огромного размера посмотрите как все это выглядит да странно почему именно рядом не растет растительность а только в этом месте и вот такими вот полосами давайте вам еще одно очень странное место покажу это странные дюны знаете сколько пустынь пересмотрел таких дюн еще не видал форме колец каких-то цепочек смотрите как интересно здесь дюн выглядит какой узор получается где-то полосы где-то кольца также интересно было бы узнать как в природе такие дюны получается ветром никак не может их нанести именно вот такой формы где-то полосочки где-то цепочки да это надо лишь более детально смотрите вы сами видите всю необычность этих дюн вы должны понимать такие дюны не бывают они наверно только в австралии существуют давайте закончим с дюнами посмотрим что тут еще интересного можно посмотреть национальный парк кеннеди рейндж также очень интересное место чем она интересная давайте покажу это вот такими вот странными озерами и все практически они вот такой-то овальной формы удивительное место также пишите свое мнение в комментариях откуда вот такие выемки практически идеально круглой формы получились от чего не менее удивительные дюны на верхушке столовой горы смотрите какие полосы интересные да с одной стороны парка интересные озера с другой стороны интересные дюны как будто бы на другой планете вся Австралия имеет вот такой вот ярко-коричневый цвет также хотел показать вот такие вот странные горные образования эти на гигантских червей каких-то похожих полосатых и созданы они из черных черных камней есть даже фото где-то этих образований сейчас попробую найти на заднем плане от мотоциклиста посмотрите как они на самом деле выглядят это какая-то черная порода скорее всего вулканического происхождения таким мне наблюдением на сегодня дорогие друзья на этом я хочу закончить этот видеоролик надеюсь он вам понравился и был полезен на этом все всем до новых встреч